уже на улице еще осень сейчас октябрь а я уже начинаю делать самоделки для вас итак поговорим про сноуборд моих руках сейчас сноуборд которому уже больше десяти лет не его делал отец как как когда я был совсем маленький лет на 12 ему точно этому сноуборду сделан он из звука вы видите вот он выгнут эта сторона выгнута и эта сторона у него выгнута немножко я на нем и фристайлил и прыгал и разворачиваться да он тяжеленький получился ну ни у кого такого не было был он только у меня так как я живу в поселке и я короче на горке был просто королем я как научился на нем ездить ребята я вытворял что хотел сделали моего буквально за несколько дней зимой среди мороза так как мне очень хотелось сноуборд но не будем повторять ошибок я вам расскажу это вот сейчас как сделать сноуборд чтобы вы уже начинали готовиться к этому готовиться к зиме готовиться к покатушками так далее как вы видите здесь как сделан доска согнутая я вам все расскажу как это гнется и немного вот она тут усилена такой накладкой также здесь резина для того чтобы не скользила ну не знаю я на нем катался и вдвоем и втроем даже сидя садились это жопой и ехали с горки конечно было просто здорово крепление сделали самое обычное но самое эффективное все об этом поговорим немножко позже я на нем катался и в том году вот я сейчас уже амбал какой мой вес 80 килограмм и короче что я на нем катался ну конечно с возрастом и не выдержал я откололся немножко задний край вот я его хотел вклеить но потом так потерял так ничего не сделал вот этот краю сторона ведь его чуть-чуть откололась но ничего страшного я подумал пускай буду так не особо влияет на его характеристики вот короче что нам для этого надо мы сейчас с вами будем делать сноуборд из у меня нету не бука не дуба никаких других потерял у меня столько сосна будем делать сосновый вот у меня 20 сантиметров ширина доска и полтора сантиметра толщина будем делать из нее можете сделать по тому же принципу что я буду делать сейчас из любой другой доски будь это бук дуб фанера если она у вас есть какая там фанера у вас 2 сантиметровая будет толстая еще какая то же можете попробовать сделать из нее у вас получится но я вам сейчас покажу на примере вот этой вот сосновой доски такой ростовка как отмерять нужную длину сноуборда вы можете найти в интернете масса этих статей картинок но я вам скажу сноуборд должен быть вам по грудь вот когда он вам будет по грудь тогда вам будет на нем комфортно ездить это и вот я уже понял из тех что у меня были а их у меня было поверьте уже много мы делали вырубали с бревна по-разному но вот этот способ самый эффективный самый хороший первое что нам нужно сделать это отмерить длину доски и отпилять теперь нам с вами нужна большая кастрюля горячей воды чтобы наша с вами доска влазила по ширине в нашу кастрюлю и по высоте вот у меня это большая кастрюлька такая как раз ширина влезет и высота сантиметров 25-30 по линию сгиба теперь вам нужно будет это все зафиксировать я это все буду фиксировать в таком вот смотрите то есть у меня тут тиски просто край я прижимаю струбцинами и здесь просто буду гнуть вы можете использовать обычный стол верстак да что угодно где угодно можете так согнуть вот а край нужно будет привязать край я возьму шлакоблок веревку и сейчас вам покажу как это будет выглядеть смотрите когда я буду гнуть то выгибая вниз задаю форму и обязываю проволокой вода у меня значит кипяток только закипела я снял и принес если в кипящую воду всовывать то в кипящей воде может лопнуть доска большой перепад температуры может лопнуть но видим насколько на меня влазит сантиметром на 20 ну как раз где-то так как мы будем сами гнуть но минут пять пускай постоит в этом вот кипятке она но пора начинать я получается что намочена здесь линия сгиба дальше поэтому я беру планку металлическую подкладываю сделаю линия сгиба там где мне нужно вам уже можно видеть что доска начала выгинаться я сейчас для полного эффекта такого немножко сверху кипятком еще полью после недолгих мучений с фиксированием потому что мало веса было плохо гнулось я сделал так короче ребята повесил шлакоблок вот он на весу сверху еще один шлакоблок на низ кирпичи и поставил это все под углом потому что не зафиксировано было у меня плотно и теперь смотрите какой аж получается хороший угол вот аж такой оба теперь все так как надо главное ребята чтобы у вас вот здесь вот вместе сгиба не треснуло не нужно перетруждать и вот видите оно сейчас подалось хорошо я на пару сантиметров подвинул уже шлакоблок от края чтобы меньше делал нагрузку пускай фиксирует и стоит так ну не знаю день-два точно ему надо стоять чтобы высохнуть и вот значит у меня прошло два дня вот наша до доска для сноуборда на этом же месте сейчас мы будем вытаскивать вот так вот значит мы загнули смотрите вот как здорово видите очень большой угол вышел здесь он явно его видно вот так в общем на мой взгляд здорово вышло вот такой вот угол классный для сноуборда вышел видите и он конечно немножко разогнется со временем вот сейчас он у меня до завтра постоит и мы с вами будем дальше обрабатывать эту доску когда она немножко разогнется мы и шлифанем с вами сделаем круглые края и по желанию вы также можете второй край вот этот тоже немножко подогнуть на его подкинать не буду он будет у меня только вот этот край подогнут потому что стомборд с двумя краями подогнутыми у меня уже есть ребята вот у меня прошли еще раз одни сутки и вот такой вот сгиб у нас с вами аз получился видите теперь нам понадобится на этом этапе кое-какой инструмент а именно сейчас как нам нужен будет лобзик если нету электрического можете взять ручной и вырезать ручным я значит с помощью крышки вот такой вот с под какого-то ведра не знаю просто я приложил эту крышку и обвел маркером у меня получился здесь полукруг и также здесь вот такой полукруг на лифт на сгибе просто приложил обвел и теперь моя задача вырезать вот эти вот краешки наш с вами сноуборд мы вырезали и у нас вышло вот здесь такой вот полукруг хороший и здесь такой же полукруг теперь нам с вами нужно это зашкурить хорошо что у меня есть электрическая шлифмашинка вот такая вот здесь обычная наждачка вы можете использовать обыкновенную наждачку или любым другим способом зашкурить ее я буду шкурить только тот край на котором мы будем ездить то есть верхний вот это где ноги стоят я не буду шкурить для того чтобы не убирать нашу толщину и чтобы здесь была такая шершавость было удобней брать его в руки а нижний край где мы будем ездить вот нижний край я буду сейчас шкурить ну что ж ребята я вот все шлифанул эта сторона мне гладкая идеально хорошо вот так вот вышло эта сторона я тоже чуть-чуть еле-еле шлифанул так почти даже не шлифовал сделал канты вот вы видите вот такие немножко скруглил и вот такой вот остался гиб у нас то есть наша наша доска для того чтобы ездить уже готова нам осталось сейчас сделать крепление для ног крепление крепление может быть разным вы можете использовать от лыж старых крепления можете что-то свое придумать но я вот пришел к выводу как я вот делал себе данный топ сноуборде она у меня часто отрывалась потому что я и прыгал на нем я уже рассказывал начало видео на двухметровую высоту и крутился и и что только я не делал короче это было это было звезда горы вот так сказать когда итак как я сделал смотрите здесь у меня просто толстый шнур такая вот веревка толстая да и под ногу просто вставляешь ногу и все очень удобно было очень хорошо и здесь мы сейчас сделаем точно так же не есть этот шнур вот он такой рукав какой-то я не знаю что это за веревка откуда вот и собачьи поводки такие зеленые толстые можно из них сделать вот то есть этот шнур нам понадобится его совсем немного и мы сейчас здесь также делаем разметку на нашем борде уже новом здесь вот и здесь вот и как значит отмерить где разместить ноги я значит неудобнее на левую сторону стоять поэтому я делаю себе крепление под левую сторону ну примерно вот так вот я размещаюсь на борде ногами чуть-чуть удобно когда они вот так вот не ровно а немножко вот так вот стоят но примерно так я и буду делать крепление хотя потом процессе можно будет это все поменять и маркером значит обвожу чуть-чуть делаю небольшую небольшую совсем полосочку здесь и здесь теперь мы встаем и у нас там есть следы наших ног вернее шуруповёрт и саморезами чтобы они не прошли насквозь наш с вами борт нужно подобрать на с вами такие саморезы короткие будем сейчас прикручивать наши с вами крепления для ног прикручиваем его не по центру борда вот я вам показываю а немножко смещая в период чтобы здесь пятка ходила а здесь получается где-то на три четвертых вот среди набор да здесь подкрутим вот вот так вот друзья вот значит я вкручу наше крепление по три самореза на каждую сторону три здесь три здесь и здесь у нас видите ничего совершенно не вылезло все отлично все хорошо здесь у нас держится крепление прочее вторую под вторую ногу ну что же теперь нам нужно только примерить наше крепление одна нога и вторая нога все хорошо вот держится плюс этого крепления в том что на маленьких горках где мы будем кататься у нас нет тут никаких огромных гор если что в начале вам будет очень сложно ездить вы сможете просто взять выпрыгнуть и побежать дальше если бы у вас крепление очень плотно держалась на ноге вы бы упали и разбили себе нос вместе с ноубордом кувыркаясь по прибой а так он поедет дальше вы просто выпрыгнули и все порт он маленький маневренный по желанию вы можете второй край также загнуть как и здесь вот загнута это не лыжи его не надо прям очень загинать достаточно крепление хорошее низ мы с вами хорошо шлифанули борт вышел неплохой для наше город самое то вы также на этом борте можете сделать как у меня на вот этом тяжелом большом смотрите где ноги резинки чтобы было лучше стоять и усилен нос но нос у меня усилен за счет того что он утонки он тоньше чем там у нас весь борт у меня он тоньше нос а дальше идет толщине по борту тот бор сделан он одинаковой толщины просто нос ну а задний край я не делал не загинал можете загнуть точно так же я вам это показал и так теперь я хочу так как мне нравится зеленый цвет у меня есть вот такая вот краска вот эту часть борта переднюю низ оставим низ не надо ни красить не лаком скрывать ничего а эту часть можно скрыть лаком или сейчас ее покрашу вот такой вот салатовый цвет конечно правильно было бы задуть борт до того как крутить крепление ножное но краску я нашел только сейчас поэтому ничего страшного задуем вместе с креплением такой красавчик получается меня также есть вот черная краска и вот этот вот кант я хочу сделать черным цветом и на следующий день когда краска высохла у нас с вами получился вот такой вот сноуборд ребята он будет классно ездить когда выпадет снег когда будет зима я обязательно еще сниму видео и покажу вам как я на нем катаюсь друзья а сейчас ставьте лайк если вам понравилось и подписывайтесь на канал я для вас старался а вообще у меня очень большой канал и много видео на разные темы друзья вам здесь сто процентов понравится заходите подписывайтесь и просматривайте жду ваших комментариев всем удачи всем пока